Здравствуйте мои уважаемые подписчики и просто зрители канала! Сегодня у нас в работе Mazda BT-50 с дизельным двигателем 2,2 литра. Наша задача программно удалить клапан EGR и сделать тюнинг. Клапан физически уже заглушен, вылезла ошибка. Давайте сделаем диагностику и посмотрим, что за ошибочка у нас там висит в системе. Диагностировать эту машину будем с помощью адаптера SCANMATIC и программы FORSCAN. Разъем на этой Mazda находится вот здесь. Вот он. Давайте туда сейчас воткнем SCANMATIC. Так и вот сюда его. И сделаем диагностику. Включаем зажигание. Так и сканируем системы. Вот у нас показывают ошибки и какие системы найдены в авто. Теперь смотрим ошибки. В системе EGR обнаружен недостаточный поток. Ну правильно, это свидетельствует о том, что EGR у нас заглушен и канал EGR отсутствует на данный момент. Будем работать со снятием этого блока. Читать будем без разбора на столе с помощью комбилодер BSM-16. Блок находится у нас вот здесь, у левой ноги водителя. Вот здесь он находится. Сейчас разберем все это и достанем блок. Откручиваем болтик, который держит порог. Вот он у нас. Так, теперь откручиваем вот здесь пластиковый. Галечка пластиковая. Вот она. И тянем ее на себя. Вот так. И мы сняли боковинку. Теперь мы видим ЭБУ. Вот разъемы от него. Вот сам блок стоит. Вот наш блок успешно снят. Вот здесь штокера от него. Крепится он на раме. Вот здесь. И пойдемте его программировать на столе. Для того, чтобы нам подключиться к этому блоку, мы прочитаем его Бошевский номер. Закинем в программу и посмотрим, как этот блок называется. Бош. Открываем. Значит, смотрим. 0,281. Так. 0,16. 317. Вот. Называется наш блок EDC16C7. И сейчас мы будем искать к нему распиновку. Открываем либо хелп в комбилодеру, либо просто заходим на сайт чиптюнер. Ищем вот EDC16C7 порт Mazda. И вот подключение. Первое это число контактов в колодке. А второе это пин, на который нужно подключить соответственный потенциал. Давайте сверимся немножко с распиновкой. То есть, прозвоним хотя бы, где у нас масса. Здесь пишут, что масса в маленьком разъеме номер 2. Один контакт тестера мы ставим на корпус блока. И проверяем 2. Все это действительно масса. Теперь начинаем подключение. Для подключения мы будем использовать вот такой вот адаптер. К нему Вот такой разъем с проводами. В прошлых видео я делал обзор по этому адаптеру. Так, давайте подсоединимся. Значит, масса у нас второй контакт. Вот он. Так, теперь постоянное питание. У нас первый контакт. Вот здесь. Дальше. 15 контакт. То есть, отключение зажигания. У нас 35 в этом же разъеме. Так. 35 смотрим. Вот так мы подключили наш блок. Значит, здесь получается масса, два питания и калайн. Давайте теперь его попробуем прочитать. Что мы подключаем в разъем? Сюда мы подключаем комби лодер хост. Так. А сюда мы подключаем геолинк. Вот так вот. И нам нужно подать еще сюда питание. Вот подключаем питание. Так. Здесь у нас на блоке питания мы выставляем в памяти 13,7 вольт, 5 ампер. Ссылку на блок питания дам внизу под видео. Описание будет этого блока. Значит, здесь можно выставить память. Вот, допустим, у нас здесь 12 вольт, 3 ампера. 5 вольт, 3 ампера. И 13,7 вольт, 5 ампер. На этом напряжении и с таким током мы будем, собственно говоря, программировать этот блок. Также он включается отдельно. Сначала включается питание. Напряжение пока не поступает никуда. И вот эта кнопочка, блок с защитой, эта кнопочка дает нам питание. Вот сейчас мы включили питание, в систему пошло питание. Итак, мы все подключили. Подключили пины GPT обязательно. Без них работать не будет. Переключатель у нас внизу. GPT 5 вольтовый. сигнал идет. Откроем комбилодер. Компьютер обязательно должен быть подключен к интернету. Так. EDC16BSM у нас уже выбрано. Дополнительно. Скорость ставим максимальную. И делаем идентификацию. Вот загрузка драйвера. Вот идентификация. Что она нам говорит? Что здесь стоит процессор. В процессоре содержится флэш внутреннее 448 килобайт. Также стоит внешняя флэш объемом 1 мегабайт и внешний EEPROM. Переходим на вкладку флэш. Выбираем внешняя флэш и начинаем чтение. Сейчас происходит чтение внешней флэш. Читает довольно-таки быстро. пропускает пропускает какие-то области. Вот флэш прочитан нами. здесь вся информация. Номер программы. То есть это софт. Номер софта. Давайте ее сохраним. Вновь созданную папочку BT50. Сохраняем. Вот если не нажать перед сохранением shift он будет сохранять файл в формате BCF. То есть закодированном формате комбилодер. Теперь мы нажимаем кнопочку shift и сохраняем файл. Смотрим. Теперь уже он сохранился в обычном бинарном формате. BCF нам не нужен. Оставляем бинарный формат. Теперь мы переключаемся на внутренний флэш. Если есть возможность читать full с блока значит мы читаем full. Начинаем чтение с внутренней флэш. То есть флэш процессора MPC. Читаем без разбора блока. Нагрузка у нас 0.3 ампера 13.7 вольт идет чтение внутренней флэш процессора MPC. Читает также довольно-таки быстро, потому что скорость выставлена максимальная. Файл успешно прочитан. Сохраняем с нажатой кнопочкой shift опять же сохранить. Файл сохранен. Смотрим что у нас сохранилось. Вот внутренний флэш он пишет internal и external это у нас внешний флэш. Ну давайте сосчитаем теперь e-prom. при сохранении e-prom нажимать кнопочку shift не надо он и так в бинарном формате сохраняется. Файл e-prom так смотрим нет e-prom сохранился в bcf так что тоже надо нажимать давайте нажмем кнопочку shift и уже сохраним в бинарном формате то есть все надо сохранять с нажатой кнопочкой shift если мы хотим в бинарнике сохранить. Сейчас мы будем модифицировать файл внешней флэши вот он целиком прочитанный у нас такой вот файл и будем также заливать обратно его затем вставить в машину заводить смотреть ошибки файл мы модифицировали то есть вот у нас получается оригинальный файл так а это у нас модифицированный файл то есть делаем тюнинг и EGR off и пересчитываем контрольные суммы естественно все теперь давайте открываем комбилодер выбираем внешний флэш делаем идентификацию блока интернет должен быть подключен окей флэш открываем флэш которую мы сейчас делали и нажимаем запись окей флэш все области неисправленные он пропускает записывает только области калибровок поэтому так быстро вот так быстро мы записали модифицированную флэш операция успешно завершена комбилодер нам больше не нужен также здесь выключаем питание все блок питания у нас выключен и можно разбирать всю эту конструкцию ставить блок на место будем заводить автомобиль все блок управления мы поставили на место все закрыли все культурненько вот ребята поменяли еще форсунки пойдемте посмотрим номера форсунок для того чтобы нам прописать их систему номера форсунок находятся вот вот это вот номер форсунки 06 начинается вот он и на всех вот он разный тут 0А то есть нижняя надпись и является номером форсунки содержит десятизначный код записывать данные данные мы будем с помощью форс скана пойдемте писать итак калибровочные данные форсунок мы записали в ВБУ давайте проверим записались ли они в памяти так открываем форскан профиль у нас уже есть этого форда чтобы сто раз не грузить так и чтение корректировочных коэффициентов топливных форсунок нажимаем прочитать и сравниваем что у нас на форсунках и что у нас здесь все коэффициенты прописаны заводим машину все работы по удалению клапана EGR программно и по чиптюнингу автомобиля Mazda BT50 выполнены успешно также произведена коррекция топливных форсунок машина работать стала мягче работа выполнена всем всего самого наилучшего хороших клиентов много интересной работы а главное крепкого крепкого здоровья до сих пор Продолжение следует...